Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, всем-всем здравствуйте. Не переключайтесь, не переключайтесь. Это не просто прогулка. Наоборот, подписывайтесь, оставайтесь с нами. И каждая наша прогулка будет связана с тем, что я обязательно поделюсь полезным рецептом из своей коллекции. Как никогда не потолстеть, имея все основания на это. Я вам честно скажу, у меня, как ни у кого другого, все основания для того, чтобы стать полненькой, пышненькой, красивенькой. Но никто не говорит, что худенькие некрасивенькие. Но дело в том, что когда вес в норме, то это качественнее ваша жизнь становится. У вас нет вот этой вот одышки, вот этого неприятного состояния. И что я сделала? Я для себя за полвека жизни сообразила и сделала необыкновенный рацион, который мне помогает при каждом питании убирать какое-то количество лишнего веса. Вот такой вот у меня рацион. Очень люблю один из секретов – коктейли. Многие девчонки видят, что я делаю свой собственный кефирчик. Тоже один из секретов – жирность можно регулировать. Вы можете разбавлять с водичкой, и тогда жирность у вас будет маленькая. Если вы хотите совсем маленькую жирность, вы еще больше разбавляете водичкой. А если вы хотите, наоборот, усилить, чем вы можете усилить? Вы можете добавить немножечко сливочного масла, но только домашнего. Либо не снимать сливки. Я с кефира всегда верхний слой, когда у меня получается кефир, я всегда убираю. Это тоже один из секретов. И вот этот верхний слой у меня как раз и превращается в сливки. Итак, дорогие мои, я делаю коктейли. Я беру блендер, заливаю туда кефир, немножечко добавляю теплой кипяченой водички, но водичка у меня, как правило, из родника. И огромное количество красных, желтых, разных ягод и мед. Бывает, добавляю орешки. Для мужчин это необходимо. И у меня есть такая на канале белковая приправа. Кому интересно, вы найдете в плейлистах кулинария. Там есть белковая приправа, изумительная. И вот там как раз все это готовится. Я взбиваю и все, коктейль готов. Но сейчас я не об этом коктейле. Я поговорю о коктейле лечебном на овсянке. Чтобы не допускать болезней суставов, я часто делаю такой коктейль. Вам понадобится по 1,4 стакана свежевыжатого апельсинового сока, овсяной крупы и кипяченой воды, пол чайной ложки молотой корицы, одну чайную ложку меда и измельченные ядрышки миндаля или каких-нибудь других орешков. Можно и грецких. Я очень часто использую грецкие орешки. Сварить овсяную кашку на воде. Потом остудить и добавить сок, корицу, мед, орехи. Все измельчить в блендере до однородной консистенции и хранить в холодильнике не больше суток. Выпивать такой коктейль утром за полчаса до еды, запивая стаканом воды. Ну а курс, я всегда все делаю курсом. Не менее месяца. Не менее месяца. Все, что мы делаем, мы делаем курсами. Сокотерапия, значит, нужно пройти курс. Коктейльотерапия, курс. Имбиротерапия, курс. Все это вы можете увидеть. И не пренебрегайте теми ссылочками, которые я даю внизу. Это очень полезные ссылки. А у нас собирается народ потихонечку, на вечернюю пробежку, на прогулки, на выгул собачек, деток, на вечерние, я не знаю, фото. Ну, здесь у нас обязательно приезжают люди, у кого детки больные, бронха. У кого бронхи больные. Обязательно приезжают с Херсона. Оно у нас близко тут. И набирают водичку. Сейчас чистейшая морская вода. То, что я делаю каждую неделю. Я каждую неделю набираю водичку. Я забираю с собой эту водичку. Я обязательно в ней делаю ножные ванны, ванночки для рук. Я делаю такие умывалки. Полоскаем горло, промываем нос. Независимо от того, заболели мы или не заболели. Это абсолютно не имеет никакого значения. И вот соленые варежки. Хочу вам рассказать за соленые варежки. Кстати, вот морскую вот эту воду, ее прекрасно можно приготовить дома. Но, конечно, в ней не будет столько минеральных веществ и всего того, что мы обычно имеем. Но что-то полезное вы будете иметь. Одно время у моей знакомой она мучилась от полиартрита пальцев рук. И она стала собирать вот всякие народные рецепты, применять их. Вы ее знаете. Екатерина Яковлевна ее зовут. И один из них вот я вам сейчас расскажу. Ну, нужно для этого будет приготовить перчатки из хлопчатобумажной ткани, перчатки. Я думаю, что у каждого есть. И нужно будет пропитать хорошенечко в морской водичке. И после этого слегка отжать, надевать на ручки, укрывать полиэтиленом, укутывать шарфиком и вот так вот спать. Пять процедур ей хватает, чтобы снять какое-либо обострение. Вот такая вот морская вода. Вот такие свойства она имеет. Так что уменьшает боль, отечность суставов. И вода должна быть теплой. Знаете, соленые повязки нужно делать каждую ночь в течение двух недель. Обязательно утепляя сверху. Это касается не только рук, но и ног. Конечно, соль она слегка как бы так разъедает, да? Но это важно проделать. Вы же потом утречком моете ручки. И что вы делаете? Вы большое-большое количество накладываете крема. И все. И получается идеально. Вот такие рецепты помогают. А вот тот коктейль, что я сказала на овсянке, это самый замечательный рецепт. Он не только для суставов, но и для всего организма в целом. Укрепляет иммунитет, налаживает работу желудочно-кишечного тракта. Во-первых, апельсин. Смотрите, апельсин – это витамин С. Он просто необходим для укрепления костей и предотвращает воспалительные процессы. А корица? Вы не забываете за корицу? Ведь я корицу кладу в каждый свой коктейль. В чай, в кофе. Корица, имбирь. Кофе без корицы, имбиря – это для меня не кофе. Поэтому корица укрепляет суставы благодаря кальцию в своем составе. Не забывайте, когда вы подсыпаете даже сухой корицы, вы подсыпаете себе кальций, друзья мои. Кроме того, снижает уровень холестерина сахара в крови. А овсянка? Она же богата кремнием, магнием, калием и фосфором. А это просто необходимо для здоровья всей опорно-двигательной системы. Орехи, мои излюбленные, грецкие, миндальные, они на прочность костей влияют. Но это средство может служить лишь как бы дополнением к общей схеме. И при отсутствии, конечно же, противопоказаний. Потому что очень часто врачи не разрешают пить полезные коктейли, а выписывают списки лекарств, химических препаратов, которые напрочь уничтожают печень, почки, сосуды и желудок. Именно вот эти вот все язвы, которые образуются на желудочке, это результат химических воздействий. Язва просто так не образуется. Если вы бросили жареное в свой желудок, если вы забросили жареную картошечку, отбивные, вот эти вот жиры, которые на... Они всасываются, всасываются. И, конечно, они просто убивают слизистую желудка. Если же вы не пренебрегаете льном, если вы его проращиваете в пророщенном виде гречечка, если вы проращиваете сою, добавляете все это и кушаете, то замечательно. Вы будете жить. Почаще употребляйте живую пищу. Живая – это сырая. И тогда все будет хорошо у вас. Делайте микрозелень. Это незаменимый продукт. Сейчас 21 век, и, наконец-то, ученые всех университетов мира, все диетологи сошлись на том, что микрозелень – это чудо, и пророщенные семена. Уже такие микроэлементы открыты, но много чего еще не открыто. Открытия делаются каждый день, друзья мои. А я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Пока-пока. Спасибо.